Продолжение следует... Мы видим, что активно критикуется наша власть. И говорится о том, что нашего президента открыто называют тираном, диктатором и так далее. А наше общество и нашу систему называют несвободной, сравнивая постоянно нашу страну с Советским Союзом и так далее. То есть вот это выражение «путинский режим» уже, по-моему, не выходит из этих заголовков. То есть всегда говорят «путинский режим». Я даже скажу так. Вот эти вот либеральные тренды, которые вот об этом говорят, они уже уходят в такую глубину, и они приходят и говорят, что «э, там эта власть, этот народ заслуживает». Они уже говорят, что русские вообще не способны ни на какую нормальную власть, ни на какое государство, что это вообще народ вообще никчемный. Но имеется в виду не только русские этнические, имеется в виду именно русская цивилизация, о чем мы говорили. Понятно, да. То есть они вообще либеральные вот эти тренды, вообще они говорят, что русские вообще никакой власти нормальной не способны. Все, что бы они не построили, это будет тирания, мрак. А там, на Западе, ой, там свет божий. Ну, если вы, да, к сожалению, сегодня, вот и то, что вы правильно сказали, и в самой России идет такая вот тенденция, что и даже в наших СМИ некоторых, к счастью, это все-таки не большинство, да, СМИ, идет такая антипропаганда. Ну, в плане того, что все-таки у нас большая часть СМИ все-таки, ну, не показывает, ну, не говорят о том, что, допустим, мы живем в такой, в режиме, да, в путинском, припутинском режиме. И слава богу. Ой, Михаил, вашими устами мед пить. Я вот сегодня опять вспоминаю, сегодня, вот как, опять так получилось, сегодня ехал утром, слушал новосибирскую вот эту журналистку, закончившую Московский институт гражданского просвещения, который органами и юстициями сегодня признан этим самым агентом, не влияния, а агентом западного, агентом, иностранным агентом. Ну, практически агент влияния. И вот что она несла, какой бред. Так вот, вы не представляете, полчаса самого лучшего времени на самом центральном новосибирском канале, радиоканале, вот как раз то, о чем вы говорите, это именно пропаганда антигосударственная, антипутинская, анти... Вот полностью, вот просто, я не знаю, ну, пятая колонна, это мягко сказать, если кто-то бы установил какие-то ответственности за эти дела, и просто этого человека просто надо не просто с работы выгонять, но уже привлекать к чему-то. То, что вот несется, вот средства массовой информации. Поэтому большинство, я считаю, средств нашей информации, на которые, которым даны основное время, которые сфинансируют государственный бюджет, они все-таки сегодня несут антигосударственную пропаганду. Да, я согласен. Или скрыто, или с какой-то поддевкой, или в открытую, как вот сегодня я слушал, или вот слышится, потому что все эти журналисты подготовлены к 90-е годы. Подготовлены они выходцами, как раз привлекались сюда... За счет финансов. За счет финансов, за счет их обучали в определенных школах, в которых приходили вот эта конкретная агентура спецслужб даже западных. Это просто нормальным людям они никогда не поверят. Это так. Они проходили стажировки. Они проходили стажировки. Возьмите этот Московский институт гражданского просвещения. Обыкновенная школа агентуры влияния, внедренная во все средства власти, во все властные структуры, в СМИ и так далее. Это продолжается. Это продолжается так. Ну что? Поэтому не так все благостно. Ну да, я не говорю, что благостно. Но я что хочу сказать, что само наличие вот этих средств массовой информации, которые, как Вы правильно сказали, идут открытую анти-государственную. Открытую и заувалированную. Да, да, да. Все-таки вот наличие таких средств массовой информации, с другой стороны, доказывает то, что все-таки наше общество, оно и не является закрытым или каким-то, да, наподобие советского. Раз им дают возможность, извините, высказаться. Да у нас, наверное, самое свободное общество в мире. Потому что у нас говорят, люди имеют право говорить что-то. А на Западе вообще закрыта правда. Там закрыта правда. Посмотрите, ну о чем говорить. Как там освещаются сегодня события на Украине. Ага, у нас 17-12 журналистов погибло. Я уж не говорю о тех людях мирных, которые погибли там в этой кошельной кухне. Ладно, у нас 12 этих журналистов, карикутуристов погибло. А какая трагедия, давайте миллионные марши проходить. А то, что творится на Донбассе, то, что убивают там тысячами людей, в Одессе сжигают, в Грозном, значит, уничтожают милиционеров, которые нападают на все эти... Это вообще молчок. Вот, пожалуйста, это свободная пресса. Пожалуйста, это... Вот хотите такую свободу, я в такой свободе жить не хочу. Да ладно, пусть они эти... Говорят эти агентуры влияния, что хотят нормальные умные люди, понимают, что они несут бред. Бред и откровенную вражескую пропаганду. Ну, есть же сегодня и нормальные, в принципе, СМИ, и работники СМИ, посмотрите, тоже это... Это ярко видно. По сравнению с тем, что в начале 2000-х годов такого вообще не было. Была конкретно антигосударственная, антироссийская пропаганда. Но учитывая, что раньше телевизия, извините, не принадлежала государству. Да, да. Потом, посмотрите, потихоньку пошло, пошло, пошло. Уже побежали из нашей страны все эти позднеры. Гельманы. Идет вот эта вот вся эта обезьянья система, она потихоньку начинает разваливаться. И приходят, в общем-то, вот в это информационное поле приходят разумные люди. Это тоже видно. Конечно. И не сравнить с тем, что было до и после. Буквально три года прошло, и огромный сдвиг прошел. Ну, что самое важное, я бы сказал, что приходят не просто... Вот иногда, допустим, называют, говорят, допустим, про Киселева. Вот это просто пропагандист, пропутинские там... Но ведь если вы послушаете, допустим, наподобие Киселева, не знаю, таких других, которые... Ну, как называют их пропутинскими, да, такими, то они же все-таки опираются не просто на какие-то, да, лозунги. Это все-таки не Советский Союз. Сегодня мы живем, я бы сказал, все-таки нормальном, демократическом обществе. Но вопрос в другом. Можно ли вот западную модель демократии считать такой универсальной, да? Идеальной. Мы об этом и говорим еще. Да. То есть в любой стране демократия, она всегда имеет свои особенности. И это зависит от того, ну, все-таки от... ну, от... от культуры страны, допустим, от истории, да, исторического развития. То есть сегодня, когда мы, допустим, говорим о России, да, я считаю, что, конечно, Россия есть своя особенность. Какая? Что в России всегда была сильная центральная власть, исполнительная. А как без этого, извините? Если вы... Ну, не только исполнительная. Ну, в смысле, центральная власть, которая... Центральная власть, которая не зависит... Исполнительная. Да, да, да. Исполнительная. Как называть, да? То есть... Вот поэтому, если мы, допустим, сравниваем сегодня, да, вот современный наш, скажем, политический режим, или, допустим, советское прошлое, то это все-таки небо и земля, да? Скажем так. Давайте я уточню то, что вы хотите сказать. Значит, сама система образования нашей вот этой государственной цивилизации, опять же, вернемся к этому слову, она всегда происходила вокруг уже, ну, не тысячу лет, скажем так, а вокруг определенного центра. Да. А, ну да. Более тысячи лет она проходит округ определенного центра. Раньше это было вокруг Киевско-Новгородской системы, потом это была Владимира-Суздальская Русь, тоже определенный центр, который подтягивался под себя. Потом, значит, это все перешло на Московскую Русь. И вот этот центр, сакральный центр Москва, он вокруг себя вот уже 800 лет объединил вот эти вот, подтягивал к себе вот эти вот окраинные земли. и вот на том основании, что все народы были присоединены, ну, не всегда добровольно, но на очень хороших, годных и равных условиях, этот центр сохранял свой сакральный смысл. Нам говорят, а надо разбить нашу страну на много сфер влияния. Вот к этому мы и ведем сейчас разговор. Ну да, я об этом хотел сказать. Да, я почувствовал, что вы хотели сказать. Ну, я немножко издалека, видимо, начал, да. Я хотел бы еще что сказать. Важно ли у нас сегодня этот единый центр, который... Вот я хотел бы, если немножко, позвольте, издалека начать. Да, давайте. Прежде всего, вот я когда говорил об особенности каждого государства в контексте того, что у каждого государства своя демократия, да, может быть, в чем особенность России? Прежде всего, в том, что Россия, она же находится сразу и на Востоке, и на Западе. То есть в этом наша главная уникальность. И в связи с этим, ну, если мы вспомним историю, всегда Россия, ну, находилась, скажем так, между двух огней. И приходилось вести политику и на Запад, и на Восток. Это было в период, допустим, Древней Руси, когда мы, допустим, на Востоке, ну, постоянно воевали с кочевыми племенами, да, Печенегов, Половцев, Хазар, и так далее. Или, допустим, в период монголо-татарского ига. То есть всегда вот нам приходилось решать вот такие вот задачи, вот именно направленные и на Запад, и на Восток. И мне кажется, что вот это сыграло свою роль, такую основную, наверное, в том, что вот в особенности развития нашего государства, как такового. Вот если... И вот когда вы правильно говорили о том, что современная традиция, да, вот этой такой строгой, такой, можно сказать, жесткой центральной власти, она, наверное, берет свое начало с момента объединения земель, да, под властью Москвы. Вот. И... И даже ранее. Ну, и даже ранее, да. Под властью князей. Да, да. Определенных тех или других. Да, и вот именно с этих, с этого момента, когда наша страна была объединена под властью московского, под московской властью, вот и стало происходить это активное расширение государства на Восток. Когда определился все-таки единый центр, который был признан всеми, там тогда еще было то ли Киев, то ли Новгород, то ли Владимир, то ли Суздаль, то ли Тверь, которая там тоже претендовала на перворосы, скажем так. Но когда уже определился с помощью определенных таких тенденций, может даже не очень мирных, а войны, противостояний, и определился единый центр, все, этот центр начал разрастаться с землями. Кстати говоря, вот вы вот такую очень интересную мысль затронули, которую я тут сказать тоже. Вот некоторые ученые, да, они размышляют о том, а что было бы, если бы Россия, допустим, объединилась вокруг Новгорода? Была бы это демократия или нет? Была бы это какая-то демократическая республика новгородская, огромная такая? Ну, я вот, честно говоря, я вот лично не уверен. Я считаю, что вообще Новгород, он сам по себе мог возникнуть только вот в Новгороде вот такая форма правления. Если бы пошло бы дальше вот это расширение, то без жесткой какой-то власти централизованной, да, невозможно было решить эту задачу объединения всех разрозненных этих уделов. Это важный вопрос, но раз мы коснулись исторической темы, то я согласен с вами, многие кивают сегодня на Новгород. Вот там было вечевое правление, особенно украинцы сегодня говорят. А вы русские и рабы, вот у вас только Новгород там было вечевое правление. Я читал определенные вещи в исторических журналах, значит, недавно, совершенно, в последнее время археологи раскопали вот это вот Ярославово дворище в Новгороде и доказали вот те сходы новгородские, ну, как нам привыкли, вече там, о, там собирался весь Новгород, там весь народ решал, да ничего подобного, то место сегодня ученые-историки-археологи доказали, где происходили сход, ну, там 150-200 человек и больше собиралось, то есть там собиралось определенный боя, олигархат, 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 а то, что Новгород тогда был подчинен Гонзе, Гонзе, этому немецкому торговому союзу, это вот как раз это была та пятая колонна, которую мы сегодня называем, те, которые смотрели на запад, это ярко было видно вот как раз во времена Александра Невского, да, когда эти бояре новгородские, подчиненные на Гонзу, они ненавидели этих русских, они уже все, да что тут было, да, вот Гонза, вот там немцы, вот на них будем, вот немцы, Тевтона, да давайте с ними дружить, этот псковский боярин твердила, продал Псков за просто так, помните, предатели, которые даже в фильме Александр Невский его показывают, вот, этих предателей было всегда, они были среди вот этой элиты зажравшейся, которые решали проблемы каким-то узким кругом, какой там, какой там Майдан, какой там Новгородская Веча, чего вы говорите, там олигархат правил в Новгороде, и когда эти безобразия уже Новгород туда-сюда шатался, слонялся, то отдаст, то не отдаст, народ был русский, народ готов был драться за русские интересы, они шли за Александром Невским и далее шли и драли с этими Тевтонами и немцами, со всеми, а олигархат продавал, и все это дотянулось аж до времен Ивана Третьего, когда Марфу Борецкую, уже последние представители боярских олигархатов, скинули, уничтожили и подчинили Москве военным методами и никто эту Марфу Борецкую в Новгороде не защищал, потому что этот олигархат надоел всем новгородцам прежде всего, потому что люди простые видели, что эти олигархи никогда не будут за народный интерес обижаться, они никогда не продадут торговцы, они продадут последние, они продадут все ради своей наживы, вот вам пожалуйста Новгородская республика хваленая, которую ученые доказывают сегодня, что это была олигархическая республика, где олигархи были заточены на немецкий торговый союз Гонзу, и они готовы были продать любые интересы, ради своей наживы, вот пожалуйста, это серьезная тема, она мне интересна, я тоже увлекался в свое время, я согласен с вами, я тоже считаю, что это не просто обман, это подмена смысла, подмена смыслов фальсификаторами истории, надо разбираться конкретно, надо изучать конкретные документы, надо разбираться в вещах, которые творились, и в том числе у нас как бы принято считать и вполне справедливо, что Александр Невский был тем человеком, который именно направил развитие Древней Руси в то русло, которое мы получили, антизападное русло, скажем так, ориентированное на восток, Невское сражение, которое одной из причин было как раз таки желание навязать нам католичество, то есть там же был и священник, который епископ, который епископ Альберт, миссия епископа Альберта это уже произошло после Невского сражения, это был 1250-й какой-то год, начало, начало по-моему 1251-й, в 53-м он по-моему умер, или в 55-м, где-то начало вот такой вот, пришла миссия вот это папский епископ Альберт со своей миссией, который начал Александр Невского ну мы тебе как Даниилу Галецкому корону дадим, делаем королем, Даниил Галецкий там где-то согласился на западных землях, значит вот мы тебе тоже давай к нам к нам пошли отсюда вместе со своими тевтонами со всеми чтобы я больше вас здесь не видел он очень грубо их отправил скажем так неласково и он взял на дальнейшие планы на выживание вот этих русских земель сотрясенных вот этими ударами монголов и так далее он взял все-таки и понял что для выживаемости лучше сделать быть в союзе с теми же монголами с тем же батыем который пришел и он был в очень хорошем отношении с батыем кстати говоря когда говорят о монгол татарском и и деда скажем администрация как можно еще выразиться очень тяжел влияние скажем да влияние касается да понятно просто откуда наша государственность произошла вот вы когда говорили о выборе за кого за кого да почему Невский он же практически представлял в какой-то степени и власть он же был именно центральным русским князем который был наследник Всеволода Большой Гнездо Георгий Всеволодович не то что он был проводником этой власти продолжательной монгольской централизованной администрации да вот и к чему говорю что все-таки монголы татары при всем каком-то негативном таком отношении в историческом ключе они все-таки не навязывали нам допустим какую-то религию допустим какого-то мировоззрения это в Ясе Чингисхана было конкретно сказано уважайте чужих богов никогда их не уничтожайте ну вот то есть да то есть это очень важно почему наши князья они все-таки предпочитали порой извините быть вместе с монголо-татарами да и воевать против кого-то да допустим чем извините быть с княжеством Литовским допустим в союзе не знаю то есть мы если берем вот эту средневековую историю Руси в том числе и образование Московской Руси я не помню чтобы проходили какие-то большие стычки именно с Ордой ну в Золдой Ордой нет ну нет ну конечно были стычки понятно и даже взять тоже многие скажут что ты говоришь Куликово поле это же это же была битва с Мамаем а Мамай был кто Мамай был сбунтовавшийся темник и Тиханом Золотой Орды тогда был Тахтамыш и Тахтамыш это был нормальных отношений с Дмитрием Донским и всеми вот этими вещами а Мамай был сбунтовавшийся темник который пошел на союз с западом он пошел на союз с этими геноэзцами ведь в Куликовской битве участвовали не только татарицы там была огромная латная рыцарская пехота геноэзцев итальянцев геноэзцев понимаете торговцев которым нужны были рынки вот тогда уже были экономические войны вот что такое была Куликовская битва а не то что как у нас было иногда принято с татаро-монголами да нет ничего подобного те татары которые перешли на службу московскому князю они участвовали в этой битве на стороне битвы та же атака знаменитая засадного полка Дмитрия Боброка Волынского там татарская конница практически ее нанесла вот этот последний удар решающий ну по крайней мере не будем говорить что она была полностью татарская но построенная по принципам и вот этой классической монгольской ясовой тингискановой системы вот такая была конница там явно там были военачальники которые понимали это вещи а татары татаро-монголы это были великолепные конники в то время это была одна из мощнейших конниц но они этим и славились быстротой скажем на западе это ляхи ляшская конница славилась быстрота и вот этот маневр и засады и все эти ну это как раз таки клатос к нашему одной из к нашей первой беседе помните мы говорили о том что в школьных учебниках в советское время как бы преподносилось все как где хорошо где плохо вот наверное когда вот наши ученые писали историю допустим в том числе монголо-татарского лига нужно было как-то разукрасить правильные цвета и поэтому тяжело же было допустим ребенку объяснить что вот здесь были какие-то больше элитные интересы нежели допустим интересы государства скажем так в каких-то моментах я считаю что в более старших классах надо было более широко преподносить историю но я не уверен что даже в старших классах древней древней руси проходили только в начальных классах практически в четвертом классе ну да что там ребенок мог это самое а в более старших классах там древней Руси уже не было к сожалению а это вещи очень серьезные ну давайте пойдем дальше все-таки прошли мы это так называемая новгородская демократия мы с вами затронули истоки вот этой истоки нашей я тоже считаю вот наши огромные пространства были всегда их центром протяжения был единый центр и это обусловило наше дальнейшее продвижение и маленькое дополнение и не просто так и наш народ всегда это чувствовал и не просто так наши сибирские полки полегли под Москвой все и казахи которые пришли защищать Москву посмотрите все защищали вот этот единый сакральный центр практически костьми легли Гитлеру не дали войти когда уже танки уже гремели на подмосковье понимаете костьми легли но не дали наши предки бились за этот центр всегда а почему-то кто-то сегодня приходит давайте отсоединяться от Москвы и они считают себя еще и националистами понимаете это скорее всего сепаратисты сепаратистские настроения неразумные националисты скажем я вообще не знаю как их назвать ну вот если мы дальше продолжим этот ряд исторический то есть дальнейшее развитие то Россия дальше стала развиваться больше на восток то есть она осваивала территорию на восток и в ходе этого освоения этих территорий Сибирь Дальний Восток она вбирала в себя понятно о чем мы говорили элементы культур других народов потенциал и генетический и духовный великолепный генетический потенциал Россия русские люди в себя вобрали именно тем что наши народы перемешались просто это была здоровая кровь да да нет ну тут не только именно в плане смешивания да но в плане того что мы мы выбирали все лучше что было у других народов ну конечно отдавая и свои достижения то есть это все и народы тянулись к русской культуре да да абсолютно ну русский это некое ядро скажем так ядро скелет основа все остальное это как уже наполнение такое без которого извините скелет не может быть просто скелетом он тоже должен быть наполненным чем-то все-таки вот и поэтому все это взаимосвязано все это должно быть вместе и поэтому когда сегодня такой вопрос задают риторически что такое Россия это запад или восток да все-таки я вот так скажу что все-таки Россия это конечно исторически это все-таки европейская культура но но с большим влиянием восточных народов то есть вот в этом и особенность и только и когда мы говорим вот именно когда мы говорим вот о форме власти вот об этой традиционной да ведь на западе ну запад это колыбель вот этих либеральных да вот ценностей и в том числе вот этой демократии и прочее прочее а если мы говорим на восток то здесь на востоке всегда традиционно были такие коллективистские общества с сильным руководителем да сильным лидером то есть что мы видим что Россия она переняла все-таки в плане руководства страной все-таки переняла восточный тип управления да и некоторые ученые считают что вот этому способствовало значительная мере помимо того что мы с вами сказали но наверное укрепила и окончательно закрепила все-таки монголо-татарская ика то есть влияние или колени да монголо-татарское управление скажем так администрация монголо-татарская две цивилизации опять же одна славяно-русская другая тюрко-монгольская вот они столкнулись в определенном месте значит и определенным образом да действительно повлияло так какие-то государственные образовательные функции которые были присущи вот как раз вот чингизидам которые были записаны в ясе и Чингисхана и так далее которые было сформировано вот эта империя Чингисхана и впоследствии вот эта вот разделенная на уже на какие-то ханства там пошли там джучиды там и так далее ну это все понятно различные орды вот а московская вот эта вот власть и хорошо что получилось такое такое вот взаимодействие то есть монголы не стали трогать Русь они не стали ее уничтожать да они брали дань потому что ну платили выход платили выход платили даже за то чтобы кто-то получал право на управление какими-то и собирание вот этой дань вот как там это происходило но в результате монголо-тюркская цивилизация развалилась на отдельные куски в результате истории а московское государство сохранилось с единым центром Москва завоевала свое единоначалье среди близлежащих земель поставила себя во главе вот этого центра цивилизационного и вот в результате этого что она не позволила дальше разваливаться своей стране к ней начали присоединяться вот эти вот вот это вот так вот так вот мы взаимо друг друга обогатили поддержали исторически дали друг другу существовать несмотря на какие-то там средневековые столкновения кровавые которые происходили ну средневековье и не такое происходило ну как мы с вами поняли что это же не всегда было именно противостояние двух не знаю цивилизаций но тут были может быть какие-то более частные интересы какие-то может присутствовали то есть там много все да то есть все намного сложнее да то есть намного сложнее да и поэтому вот вот я к чему это к тому что сегодня допустим если мы говорим о вот именно о том о влиянии да вот этого монголо-татарского влияния да влияние от этой администрации то мы должны понять что наверное все-таки вот эта форма да управления она пришла именно оттуда да то есть это взаимоотношение между не все не все скажем так но очень во многом очень много во многом да понятно что конечно были до этого традиции такие но все-таки вот это взаимоотношение между монгольскими ханами и русскими князьями оно было перенесено вот на царей в дальнейшем и это самодержавие оно все-таки мне кажется имеет свои истоки именно вот в этом периоде Ну, синтез различных был, очень огромное влияние всё-таки ещё на вот это русское управление произвела Византия православная, потому что вообще, я думаю, всё-таки больше духовных таких идеологических ценностей в управлении именно государством было взято с Византией, скорее всего, русскими князями. В связи с тем, что вот была передана вот эта вот духовная палочка эстафет, видение Москва-Третий Рим, историческое православие, которое сформулировал старец Филофей при Иване Третьем. Ну, это понятно, но то, что тюрко-монгольская схема управления всё-таки повлияла, это очень даже конкретно, этим вообще-то надо историкам заниматься, действительно. Не надо писать очень разумные и хорошие вещи на эту тему, я бы с удовольствием почитал, скажем, мы же... Ну, мне эта тема интересна, кстати, говорили. Мне очень интересна, я хоть не специалист, дилетант, но мне эта тема тоже очень интересна. Во многих вещах, о которых мы сегодня говорим, истоки там, истоки там, их надо понимать, знать и выходить оттуда, да. Да, ну просто вот когда мы с вами сегодня даже поговорили, да, и мы поняли, что всё-таки намного сложнее, чем, да, вот кажется, на первый взгляд. Да, конечно. Что не просто две какие-то краски, хорошие и плохие, тут столько намешанных всего, что можно прямо не знаю. И, соответственно, простым решением, схематичным, это не решить. Государственная система управления должна быть сложной системой. Здесь должны работать специалисты сложного такого имперского мышления, которые представляют себе вот этот синтез идей, синтез народов, вот этот вот союз огромный, духовных смыслов, экономических смыслов и так далее. Вот специалисты должны работать на этом уровне, которые составляют сегодня и выбирают для будущего нашего государства. А мы практически сегодня находимся в состоянии поиска. Да, да. После разрушения советской системы мы только сегодня пришли к тому, что мы говорим о том, каким мы можем видеть будущее в нашем государстве. Поэтому мы об этих вещах разговариваем. Кто-то предлагает сегодня монархию. Ну, скажем так, небезосновательное предложение. Ну, я считаю, что вообще всегда в России, знаете, что было сильно, вот это, скажем так, сакрализация власти. Да, об этом и речь. Да, вот даже сегодня, если мы возьмем власть Путина, ведь Путин для нас не только же просто как президент, как, допустим, как, не знаю, Франсуа Алан, там, или кто-то, Барак Обама. В сознании простых людей, любую руку, любую руку. Когда, извините, каждый человек, где бы он ни жил, это же самое вот интересное. Самое вот, живет ли он где-нибудь там в Туле или на Камчатке, и они чувства одно и то же. Не даром говорят, что Сталин был красным монархом, но тут практически так и было. Так, конечно, конечно, и он же, известно, что он являлся почитателем Ивана Грозного. У него даже книжка была, на которой он писал «Учитель», да, «Учитель». Даже если мы вспомним, какие у него были методы иногда, вот эта игра, допустим, да, вот, когда он якобы уходил из партии, а его потом торжественно вызывали обратно, да, то есть, вот, мы видим, что здесь такая яркая преемственность именно. Смотрите фильм «Иван Грозный», и ведь его тогда очень сильно подвел Эйзенштейн. Первую серию Ивана Грозного он поставил именно так, как Сталин заказывал, а вторую серию он напортачил именно вот с этими вот западническими либеральными установками. На этом Эйзенштейн погорел. Ну да. Вот поэтому сегодня, вот, когда мы говорим о вот этой борьбе, да, об этом желании стереть из нашей памяти, сделать так, чтобы мы возненавидели свою культуру, вот как это делается? Говорят, вот, допустим, этот был тиран, этот был кровавый, этот был, вот, это есть попытка нам навязать вот эту вот, как бы, ненависть к своему, да. И мы начинаем думать, вот, значит, Иван Грозный был такой, или там, Сталин был такой, не знаю, кровавый диктатор. Ну, извините, ну, если так вот, мостики перекладывать, то, если, допустим, брать, извините, бомбардировки Югославии, и прочее, прочее, да, то же разве это гибель миллиона человек? А это их не щекотит. А времена Ивана Грозного, возьмите, сколько было у Варфоломеевского ночи уничтожено, и сколько этим Георгом английским уничтожено людей в это же время, ну, там, ну, не сравнится вообще, там, в десятки, в сотни раз жертвы превосходили. За одну Варфоломеевскую ночь, сколько там, тридцать тысяч уничтожено, да, когда в синодике очень, это, тщательно записывающего Ивана Грозного, там, четыре тысячи человек, по-моему, за все время было записано всего лишь, я не помню точно цифру, но примерно так. Ну, кстати говоря, есть же данные, вот. Это средневековые, ребята, о чем вы судите, елки-палки, тогда совершенно другие были мысли и отношения к человеческой жизни. Ну, когда пытаются, допустим, современные, демократические какие-то ценности применить к тем реальным, это уже совершенно другое время было. Ну, да, или вот принести демократию в Афганистан, там, или еще что-то. Ну, да. Вот это вот, это все одно и то же, ну, давайте уж скоснемся, немножко пройду по этой теме Ивана Грозного, потому что тоже я ее люблю. Значит, кто у нас в нашу историю запустил вот эти вот сказки о том, что он был кровавый тиран, вот это все уничтожал, там, в котлах варил, что его-то, его жена, там, Мария Тимрюковна прыгала, там, отсекала голову, там, и так далее, ну, кто? Ну, это наш знаменитый первоначальный историк Карамзин, он это запустил. Ну, я не буду его судить, там, говорить, там, что он был там либерал, там, западник, еще нет, ну, он попал под влияние документов, которые попали к нему, и он на них подсел, а что это были за документы, когда историки начали разбираться, ну, что это были за документы, которые попали к Карамзину, это были воспоминания Флетчера, английского посланника, это Джером Гарсей, тоже английский резидент, это Пассевин, этот самый итальянский папский нунций, по-моему, да, и, там, Маржерет, по-моему, французский этот, военнослужащий, который нанимался там, ну, короче, вот эти вот, ему попали документы западных описаний, а тот же самый Флетчер, он попал уже на русский двор к Федору, то есть он собирал сплетни вот этой вот боярских, вот этих... Желтая пресса, как бы, да, желтая пресса, он собирал сплетни, когда бояре вот эти вот, которых Иван Грозный заставил служить стране, которые, конечно, он ушел когда-нибудь в угол, и начали все сказки вот эти вот скидывать, этот Флетчер все-таки дерьмо собрал, написал в записках, это попали дать к Карамзину, и вот, пожалуйста, мы вот видим этот образ Ивана Грозного, вплоть до сегодняшнего дня, где вот этот фильм «Царь» поставили, да, этот, неплохой Павел, как его, ну, как его... Да, ну, так же... Лунгин, неплохой режиссер, я его очень сильно уважал после фильма «Остров», а тут поставил вот этот «Царь», ну, ребята, ну, надо какое-то уважение, совесть-то иметь уважение к истории своей страны, прежде чем вот эти вот сказки, вот этих вот западных резидентов впихивать в сознание своих людей. Ну, да, и в итоге получается, что мы вот начинаем... В итоге получается, вот... Начинаем ненавидеть свою собственную историю. Да, Иван Грозный был крутой мужик, но это был государственник высокого полета. Просто всегда вот смотрят именно вот так вот, через микроскоп именно на нашу историю. А давайте мы расширим горизонт, посмотрим, что творилось в мире вот в это же время, в других частях. В частях, извините, в это время... А что было в Европе? Инквизиция? Инквизиция была, да. Ну, скажем так. В Вельфы с гибелинами все не могли поделить, все эти вещи резали друг друга. Да, то есть были изощленные пытки, там, не знаю, какие-то зверства, которые, не знаю, уму непостижимы. Ну, конечно, об этом ничего не говорится. Об этом не говорится. А вот Россия, темная, берега. Именно берут наш, какого-то примера из нашей истории, и вот увеличивают до таких размеров, раздувают. Да, посмотрите, что про него Карамзин написал. Посмотрите, откуда Карамзин взял эти источники, елки-палки. Потом последующие историки вообще Карамзина разбомбили. Ну, дошло, да и вот эта либеральная интеллигенция дошла, они не смотрят, что его разбомбили, Карамзина. Они не смотрят на эти вещи, им это неинтересно, им интересно темную сторону показать. Смотрите, какие вы берлоги родились, да? Ну, они ищут доказательства тому, что они уже считают доказанным. Вот поэтому для них уже не существует какой-то другой реальности. Вот это вот правильно, это неправильно. Доказательства они подтягивают те, которые удают. Да, 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 а которые не нужны, они просто не замечают. Или считают, что да, схема такая. И сегодня мы видим, что это и сегодня работает активно. А по мозгам простых людей это сильно бьет. Тем более, когда это поддержано вот такими вот СМИ, информационным полем, художественными фильмами различными. Ну, такими массовыми. Массовыми, ага, которые сбрасываются в людей. Да. И вот все так уверены, абсолютно все становятся такими знатоками истории и говорят, вот, о, мы же знаем, что происходило в этой стране. Или, допустим, вот тоже, когда говорят, допустим, о Сталине, да, вот говорят, миллионы людей было, не знаю, убито, уничтожено. А выяснилось, оказывается, что, ну, это, оказывается, ну, как бы... Я знаю, я знаю, о чем вы хотите сказать. Цифры знаю, да. Цифры, что сколько было, да, там, расстреляно реально по... Приговорено к расстрелу реально 670, по-моему, тысяч человек. Вот. Приговорено к расстрелу. Приговорено еще, да. Да, да. А там еще проходили еще переосмотры, там, кто-то, еще это самое. И причем в эти 670 тысяч человек включены все еще во время войны. То есть это предатели, это власовцы, это дезертир. То есть это все туда включено в эти 670 тысяч человек. Ребята, вы смотрите. Ну, давайте говорить о больших, да, о большом терроре. Да, он был большой террор. Есть его причины и так далее. Это тоже историческая вещь была. И, может быть, не стоит это судить-то, вот, потому что люди оказались в страшных исторических условиях, огромного противостояния и внутреннего, и внешнего давления. И они справились с задачей, они удержали, они сохранили страну, они сохранили народ, они дали огромный толчок для развития народа вперед, в будущее. То есть жертвы были, да. И, может быть, кого-то и надо не всех помянуть словом, как невинно павшие жертвы, а говорить, что все они были невинны павшие, это тоже глупость полная. Да, просто сегодня... Это были враги власти, враги государства, конкретно многие из них были. Вот, да, вот вы правильно говорите о том, что... Вот сейчас, допустим, говорят, что вот, мол, при Сталине, ну, всех, кому не лень, кого хотели, допустим, да, репрессировать, называли шпионами, да, там, или агентами. Ну, так на самом деле же, были такие же все равно люди, которые... Ну, Вышинский называл бешеными собаками генеральный прокурор. Ну, что теперь... Нет, ну, а чем... Давайте потихоньку смотреть. Это мы к тому, что... И к тому, что какое мы государство будем все-таки строить? Как либералы говорят, вы хотите... Путин — это Сталин, да? Вы хотите Сталичину нам вернуть? Нет, так мы к чему говорим, что опять сегодня идет то же самое. Передергивание. Опять начинают говорить, ну, то же самое, что вот наш президент, он вот кровавый диктатор, который при нем, он там, не знаю, этого Ходоковского беднягу, который, не знаю, там, бедного там заклевал, чуть не убил там, или там еще кого-то, и так далее. Вот. То есть, что сегодня я хочу сказать, что мне кажется, что раз вот тех правителей, которых ругают на Западе, это все-таки, наверное, хорошее... К нам стоит присмотреться. Да, к ним стоит присмотреться. А тех, которых... К хвалят. Да, хвалят. А кто это? Ну, давайте вспомним. Горбачев. Ну, понятно. Вот где он праздновал, да, свою юбиле недавно? Даже Хрущева хвалил. Был он, да. Почему хвалил Хрущева? Потому что он порушил сталинскую государственную систему. Да, предал абсолютно. И элиту направился на совершенно другие установки. Ну, поссорил нас, извините, с Китаем. Да. Если Сталин заставил элиту работать на народ и государство, конкретно всех заставил, просто быть в государственном строительстве, любыми самыми жестокими способами, Хрущев элиту запустил на совершенно другой проект. И в результате мы... Ну, тот же самый, как бы, критика культа личности Сталина, это что такое было? То есть, измена, государственная измена. Ну, абсолютно, да. Это была государственная измена. Да. То есть, вот, вот, то есть человек... Ну, я уже не говорю про другие вещи, там, и про Крым, и прочее-прочее, там, да, вещи, которые... Ну, да. Ну, понятно, там... Мы хотим определиться, как же нам строить государство? Вот я хочу сказать еще, к чему я это веду. Что все-таки, вот история показывает наше, что для России, вот, наша страна, она всегда должна быть сильной. Вот мы по своей судьбе уже предопределены быть сильными. Если мы не будем сильными, не будет и России. Не будет сильной армии, не будет России. Вот мы не можем жить, как, допустим, Лихтенштейн или Монако. Правильно? А мы, у нас особая, такая уникальная судьба. И значит, нам нужен такой же правитель, сильный. То есть, у нас не может быть слабого правителя. И история доказывает, что когда у нас появляются слабые правители, которые нравятся... Все, государство падает в пропасть. Государство падает в пропасть. Мы это видели и при Николае Втором, и при Горбачеве. Ну, то есть, что говорить? Вот наглядный пример того, что нам грозит в случае, допустим, если мы перевозьмем вот эти западные какие-то модели. Это либеральные модели. У них, может быть, они уже работают на маленьких территориях. А на нашем огромном пространстве просто невозможно держать без сильной государства. И вот мы же видим пример, кстати говоря. Европа сегодня пытается построить единый союз. Но, однако же, она до сих пор не может построить. И не построить. И он рушится. Подождите, Греция еще наша будет. Ну, да. Нет, но это уже экономическая проблема. Это, ладно, понятно. Но даже если бы экономика развивалась бы круто, и там все бы у них, все бы это активно бы там не было бы кризиса, и Греция жила бы хорошо, я уверен, что никогда у них союз не вышел бы. Почему? Потому что у них нет такой традиции, как у нас. Да. Имперско-образующих. Да, да, да. У них вот каждое государство, маленькая вот эта вотчина, которая сама по себе диктует, пытается диктовать другому свои условия и так далее. И у них между собой постоянно происходят эти какие-то недопонимания, конфликты. Ну, как можно вот в этих условиях построить какое-то единое, нормальное сообщество? Потому что это мир эгоистов. Мир эгоистов, да. У нас есть исторически сложившиеся эгоисты. Ну, извините, западная культура это есть, в основе западной цивилизации находится эгоизм и индивидуализм. В отличие от Востока, где коллективная, как бы, находится над частным. Наши цивилизационные уровни, они совершенно разные. Абсолютно разные. Выбор истории состоится все равно. И будет выбрана та цивилизация, которая сможет в истории удержаться. И нам надо в этой истории удержаться. Ну, я, знаете, я считаю так, что, ну, как бы к этому не относились, но я вот в это верю, что Россию охраняет Бог. Это мы видели. И в тех ситуациях, когда, извините, любое другое государство могло вообще бы сразу бы... Если хотите, мы потом поговорим на тему религии. Нет, мы поговорим, да. Ну, и вот если мы вот об этой теме говорим, если бы, допустим, вот те испытания, которые прошла Россия, дать какому-то другому государству, то оно бы никогда... Не выжило. Сегодня этого государства бы не было. Не было, да. Ну, сколько вот мы пережили, да, какие мы жертвы, да, на алтарь, вот, скажем, положили. И мы не только выжили, но мы, к счастью, все-таки как-то развиваемся. И мы не потеряли статус державы. Вот это самое главное. Вот наша особенность, уникальность в том, что Россия, это все-таки, мне кажется, Богом охраняемая страна. Ну, не только вам кажется. Это... Ну, я... Я это чувствую пока. Об этом говорили, да. Хорошо, вы чувствуете сами, об этом говорили. Множество русских просветителей, людей, философов. Ну, да, это особенно вот евразийцы, да, вот. Ну, не только евразийцы. Евразийцы, это сегодняшнее название, значит, это наша вся русская культура философская. Об этом говорят, возьмите просветители 19-го века, они же все говорили об этом, что это идет оттуда, все эти Тихомиров, Меньшиков, там, господи, перечислять просто... Ну, вот, если вот говорить вот именно о власти нашей, то когда вот люди же, они же должны... Вот наши люди, вот, в отличие, допустим, от западного человека, для которого важны практически какие-то вещи, да, осязаемые, вот для русского человека, ну, я русского имею в таком широком плане, да? Да, для него важна чувственность, чувственные какие-то вещи. Духовность. Ну, это есть чувственность. Духовность невозможно, если это купить или как-то, да, вот, почувствовать. Это всегда чувственное. Может, это какой-то и недостаток наш, да? Потому что Запад занимается конкретными вещами. Да, ну, они... А мы все думаем, думаем, пытаемся найти какую-то правду, идею, да, дух. Ну, и, может быть, это и правильно. Ну, в итоге получается, что Россия всегда... Выигрывает. Не только выигрывает, Россия всегда находится, скажем так, на передовой борьбы с каким-то злом, который появляется. Да, совершенно верно. Да, и вот, ну, тот же самый, допустим, Гитлер. Кто сломал хребет фашизма? Советский солдат. Хотя сегодня пытаются, опять-таки, да, там как-то это, да, все... Не будем. Ну, да, не будем об этом, это отдельная тема. Я к тому, что Россия, Россия все-таки уникальное государство, и когда люди, у которых развита вот эта чувственность, духовность, да, я имею в виду, нашу цивилизацию, наших людей, они и в правителе пытаются увидеть это как-то какой-то, не просто человека, дух, они пытаются увидеть некого наместника Бога на земле. Совершенно верно. Вот, это и происходит. Почему я говорю, что идея монархии, она, в принципе, не безосновательна в нашей стране, то есть монархический принцип правления, скажем так. Ну, да, ну, в принципе, да. Тогда был конкретный помазанник Божий, ну, конкретно был помазанник Божий, как бы посредник между народом и Богом. Значит, элита даже не была посредником никаким, а был царь. Значит, в наше время, ну, можно пока говорить, я не буду говорить, что вот монарха надо вернуть, или что, это вопрос совершенно сложный, и долгий, и так далее, тяжелый. Но то, что на правителя лежит дух, да, да, конкретная идея, дух, и воплощение каких-то народных смыслов, народных идеалов, и в этом и есть сила. Ну, да, в этом наша сила, наша вот, сила нашего государства. Есть правитель, одаренный этим духом, значит, да, надо стремиться к этому. И вот в наших, наверное, может, и не в наших руках выбор правителя за счет всех этих технологий демократических, но в том числе народ имеет право на выбор правителя. И вот маленькая еще такая, может быть, такая вставочка, да, подытоживая, может быть, то, что вот у нас есть большая проблема, по крайней мере, сегодняшней нашей России, в том, что у нас нету преемственности власти нормальной. Проблема была перед Сталином, и перед царями многими. Ну, вот к вопросу о монархии, да, все-таки, когда была монархия, все-таки была какая-то стабильность. Да, потому что наследник. Да, был наследник, и был, как бы, передаваемый символ. Его с детства воспитывали в государственное управление. То есть каждый наследник престола это был образованнейший человек своего времени. Его образовывали по экономическим наукам, по военным наукам и так далее. Он проходил обучение у лучших специалистов каждого времени, скажем так, особенно это вот в 19-е, начало 20-го века. Ну, да, я согласен. А вот эта вот система, которая пошла после, она не предполагала, потому что там все происходило за счет борьбы каких-то кланов или смены власти. И, к сожалению, до сих пор это происходит. Вот я и говорю, что сегодня неизвестно. Путин, ну, он же не вечный, к сожалению, да? Он уйдет, и что будет? Кого он подготовит? Это всех волнует сегодня. Да, это вот очень важный вопрос. Это наше слово. Поэтому, когда мы говорим о монархии, я считаю, что это имеет право на существование. Я сказал, да. Это не безосновательное. Передача власти, стабильности, а это же очень важно, чтобы власть была предсказуемой. Значит, государству надо искать такие схемы. Искать схемы, чтобы воспитывался все-таки престолонаследник, так его назовем. Ну, по большому счету, согласитесь, что так и получается у нас, на самом деле. Пусть это будет выбор из нескольких, да? Да. Не, ну, сегодня так и получается, что, если мы, допустим, возьмем даже недавнее правление Медведева, да? Он фактически назначил его. Лучше это не вспоминать. Нет, ну, понятно, что он, в каком-то степени, не справился, наверное, с тем, что от него ожидали. Ну, мы будем судить. Ну, да, это ладно. Это тоже. Лучше России в наше тяжелейшее страшное время на такие опыты у нас уже сил нет. Этот опыт был колоссально. Ну, к счастью... Как раз мы прошли по лезвию. Да, ну, к счастью, таким последствием, которые, ну, как бы непоправимым, да, каким-то... Любимый правитель наших сегодняшних либералов. Ну, да, да. Вот они прямо хочется вернуть это. Ну, на Западе его, кстати, и любили же. Естественно. В принципе, да, даже когда с ним уже Барак Обама там при включенных микрофонах разговаривал. Это все понятно. Да, да. То есть я к тому, что... Ну, сегодня так и получается, что фактически мы ждем чего? Что Путин назначит преемника и укажет на него. Что мы увидим и как-то его выберем, да? Да, что люди поймут. Поймут, да. Что вот этот человек... За кем будет наследство? За кем? Вот. Чтобы не для того, чтобы вы начали там между собой друг друга убивать и смещать. А понятно, что какой-то человек, пусть он будет не русский по происхождению, точнее, ну, по этническому происхождению, понимаете? Не важно. Важно, чтобы люди видели в этом человеке то, что эта система будет дальше охранять государство для развития дальнейшего народа, скажем так. Я бы не стал сейчас произносить какие-то имена, но видно таких людей, они есть. И важно, чтобы Путин из них сегодня сделал действительно ту элиту, преданную, скажем... Ну, я знаю, я примерно так... Да, преданную, скажем так, ну, в случае чего, чтобы в случае болезни там, каких-то вещей там или что... Чтобы была какая-то обойма. И имела возможность передать человеку такому, которому люди скажут, опа, ну, ребята, все нормально, мы дальше будем жить. Не то, что мы боялись и дрожали, что, не дай бог, Медведев останется там. Ну, и сегодня опасность-то сохраняется. Пока Медведев, извините, премьер-министр, он же является вторым человеком в государстве, если не того... Совершенно верно. Что-то спустим случится. Все у нас очень непросто. Да, и правительство у нас и либеральное. Все очень непросто, да, особенно экономическое уставление. Да, и сегодня все эксперты призывают, ну, Путина, ну, уже пора уволить, наверное, это правительство. Но я думаю... Это уже отдельная тема. Да, ну да, это отдельная тема. В общем, мы с вами остановились на том, что наше государство должно быть в такой форме, где есть сильный правитель, и здесь есть сильный управляющий центр. Да, я даже так скажу, что у сильного государства должен быть сильный правитель. Потому что, понятно, что правитель – это лицо. И единый центр управления, я еще раз обращаю. Ну, а как еще. А все остальное – это сепаратистские т.д. Если у нас появятся разные центры управления, у нас появятся и разные государства на нашей территории. Конечно, конечно. Все эти попытки внедрить сегодня в зазнание, что там какой-то отдельный Урал, отдельная Сибирь, это очень страшно. Это как раз удар... Это то, на что рассчитывает Запад как раз для разрушения России, они зацепят этих сепаратистов, дадут им какие-то тренды, и все, пожалуйста. И начнется то, что происходит сегодня на Украине, не дай Бог. Ну, вот, кстати говоря, да, когда мы говорим о том, что может быть, стоит его западная модель принять во власти, давайте посмотрим на Украину. Украина – это... Принято. Я считаю, что Украина – это тот же самый русский народ. Вот, просто над этим народом провели эксперимент. И вот мы видим, что произошло в стране, похожей с нами, ну, конечно, в меньших масштабах, но с той же ментальностью, с той же культурно-исторической, скажем так, такой основой, что произошло, когда туда, когда ее попытались сделать европейской такой страной. Заманили европейский. Что мы сегодня видим? Хаос. Хаос. И когда нету этого, какого-то сильного правителя, мы видим, что происходит, да? Борьба кланов, полигархов, и все. Страны нет. Нет страны. Практически нет. И сегодня, что там происходит, мы не знаем. Вот, поэтому, когда вот те, кто говорят о том, что давайте, вот, да, все-таки мы на Запад будем равняться, вот, давайте посмотрим на Украину. Вот они равнялись на Запад, и что получилось? Поэтому... Ну, ладно, Михаил, все, надо, наверное, заканчивать, что-нибудь еще. Спасибо вам за тему. Вам спасибо, да, за интересный разговор. Да, интересный разговор, спасибо.